В стоячей пресной воде в изобилии водятся всевозможные инфузории. Рассмотрим подробнее их жизнедеятельность на примере инфузории туфельки. Каждый из них имеет в длину около четверти миллиметра. Легко догадаться, как эти инфузории получили название. Форма их тела напоминает туфельку. Передняя часть туфельки более узкая, а задняя широкая и заострена на конце. Снаружи туфелька покрыта прозрачной оболочкой. Это уплотненный слой цитоплазмы. Вся поверхность тела туфельки покрыта ресничками. Благодаря движению ресничек туфелька плывет. При этом ее тело вращается вокруг продольной оси. Туфелька может изгибаться. Это позволяет ей обходить препятствия, встречающиеся на пути. Под оболочкой находится полужидкая зернистая цитоплазма. В цитоплазме видно овальное тело. Это большое ядро. Возле него расположено малое ядро. Этот продольный желобок – около ротовое углубление. В нем находится около ротовое отверстие, ведущее в глотку. Глотка вдается в цитоплазму. Движение ресничек, окружающих около ротовое углубление, направляет в него поток мелких органических частиц и бактерий. Часть из них попадает в глотку. Туфелька постоянно извлекает пищу из воды, циркулирующей по желобку около ротового углубления. По мере накопления пищи у дна глотки возникает пузырек – пищеварительная вакуоль. Отрываясь от глотки, она поступает в цитоплазму. При обилии пищи примерно каждую минуту образуется новая пищеварительная вакуоль. Цитоплазма туфельки все время находится в круговом движении. Она увлекает за собой вакуоли, в которых постоянно накапливается пищеварительный сок, выделяемый цитоплазмой. Под действием пищеварительного сока происходит изменение пищи. Она переваривается, то есть переходит в растворимое состояние и усваивается организмом. Из усвоенной пищи образуются вещества тела туфельки. Вакуоле остаются только непереваренные остатки пищи. Вакуоль приближается к определенному месту в задней части тела туфельки. Здесь в оболочке открывается небольшое отверстие, через которое непереваренные остатки пищи выталкиваются наружу. Туфелька, как и все живые организмы, дышит. Соприкасаясь всей поверхностью тела с водой, она поглощает кислород воздуха, растворенного в воде, и выделяет углекислый газ. Вы знаете, что зеленые водоросли, питаясь, усваивают растворенной в воде углекислый газ и выделяют кислород. А туфелькам нужен кислород для дыхания. Вот почему туфельки собрались около водорослей. У туфельки в передней и задней части тела то расширяются, то сужаются прозрачные пузырьки. Это выделительные вакуоли. Вот одна из них. К ней со всех сторон подходят канальцы. Избыток воды с растворенными в ней отработанными веществами сперва собираются в этих канальцах. Затем канальца сокращаются, и жидкость из них выливается в вакуоль. При сокращении вакуоли эта жидкость выталкивается из тела туфельки наружу. Каждая выделительная вакуоль наполняется и сокращается 4-6 раз в минуту. Мы знаем, что туфельки обитают в пресной воде. Попробуем изменить условия их существования. У края капли с инфузориями положим кристаллик поваренной соли и соединим обе капли. По мере растворения соли туфельки переплывают в каплю с чистой водой. Очевидно, условия в капле с раствором соли для них неблагоприятные. Добавим стенной настой в каплю с инфузориями. Бактерии выделяют в воду продукты своей жизнедеятельности, которые привлекают инфузорию. Вот почему туфельки собрались около скопления бактерий, которыми они питаются. Теперь мы убедились, что организм туфельки обладает раздражимостью, то есть способностью воспринимать раздражение, поступающее из внешней среды, и отвечать на них положительно или отрицательно. Продолжение следует...